Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Главная тема выпуска. Это уже третий запуск корабля такого типа. Он доставит на Международную космическую станцию новый экипаж очередной экспедиции. В его составе космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, европейский астронавт Тома Песке и женщина на борту астронавт НАСА Пегги Уитсон. Пуск состоялся ночью в 23.20 по московскому времени с гагаринского старта космодрома Байконур. Стыковка корабля со станции запланирована на час ночи 20 ноября. Командир экипажа Олег Новицкий на предполетной пресс-конференции сообщил, что планируется провести 44 эксперимента. А результаты этой работы впоследствии могут принести пользу всему человечеству. Ровесница покорения космического пространства. 55 лет отметила 161-я самарская школа, что в поселке Управленческий. Богатая история, которая началась еще задолго до строительства здания, космические проекты и ученический хор – лишь малая часть уникальных особенностей на первый взгляд обычной школы. Марина Кравцова узнала, в чем секрет успеха ее выпускников. Празднование юбилея 161-я школа. Ее неофициально называют поющей. Начинает, конечно, с ученического гимна. Это учебное заведение всегда славилось новаторским подходом и к образованию, и к воспитательной работе. Шесть лет назад здесь впервые провели битву хоров – состязание между музыкальными классами. История школы началась в ноябре 1961-го, в год первого полета человека в космос. А инициатором строительства был генеральный конструктор авиационных и ракетных двигателей Николай Кузнецов. Место тоже выбрали не случайное. В годы войны на территории будущей школы было военное училище. В 1941 году базировалось военно-пехотное училище номер один, которое готовило офицеров за три месяца, и они сразу же уходили на фронт. Там было маленькое отделение, которое начинало готовить ВДВшников. Со школьной скамьи здесь начинают готовить покорители воздушного пространства. Около трети выпускников поступают в авиационные институты. Но и в других направлениях ученики 161-й достигают больших успехов. Яркие воспоминания в жизни связаны со школой. И именно тот стержень спортивный, который, я надеюсь, у меня остался, он и был заложен именно в этой школе. Именно в этом классе мы собирались с комитетом комсомола. И я с 9 класса был ответственен за всю спортивную массу подготовки среди учащихся. Секрет успеха единения педагогов, родителей и детей говорят в школе. За последние пять лет золотые медали за отличие в учебе получили 58 выпускников. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Земельные наделы для многодетных семей в чистом поле. Участки, которые формируются по президентской программе, зачастую непригодны для строительства, поскольку выделяются без коммуникаций. В Самарской области уже более 9 тысяч семей получили землю, но к строительству приступили лишь единицы. За помощью многодетные родители обратились в общественный совет по вопросам прав и свобод человека. На расширенном заседании эта тема стала одной из главных. Олег Зверев выслушал мнение. Ольга Красильникова – мама троих детей, а с недавних пор еще и обладательница участка. Вот только мечта о доме на своей земле пока не сбылась. Тольяттинской семье дали на дел без коммуникаций и в Ставропольском районе. Из-за разделения полномочий между городом и деревней непонятно, какой из муниципалитетов должен помогать обустроиться. Эти участки даются под индивидуальное жилищное строительство. И большая часть многодетных, они готовы переехать на территорию Ставропольского района и жить там. Но мы, как вот в сельском поселении Мусорка, мы сами ходим, оббиваем пороги чиновников. Мы добились того, что у нас сейчас большая часть уже с электричеством наши многодетные. И таких семей в Самарской области немало. Так сложилось, что в разных регионах и поселениях многодетные семьи получили разные участки. Все зависит от того, насколько добросовестно местные власти подходят к решению этой проблемы. Эта тема стала ключевой в повестке дня на расширенном заседании общественного и экспертного совета по вопросам прав и свобод человека. Свои решения предлагают чиновники, общественники и правозащитники. Я считаю, что должна быть краткосрочная и долгосрочная программа. Это в первую очередь. А во-вторых, считаю, что должно быть подписано соглашение между муниципальными образованиями межселенных территорий, например, Тольятти и Ставропольский район. Если это жители Тольятти, получается, в Ставропольском районе, они не должны снимать с себя ответственность и обязанность за обустройство, заказание помощи многодетным семьям, которые проживают на территории этих муниципальных образований. В Самарской области сформировано 11,5 тысяч участков, а многодетных семей в два раза больше. По мнению экспертов, меры необходимо принимать на всех уровнях власти, чтобы на этой земле можно было начать строить уже сегодня, а не потом, когда дети уже вырастут. Олег Зверев, Станислав Левин. События. Вторая молодость старого дворца ДК «Нефтяник» переживает масштабную реконструкцию. Для Кубышского района Самары это единственный очаг культуры, и потому его открытие, а оно запланировано на осень следующего года, здесь очень ждут. О том, что уже сделали и какая работа еще предстоит, расскажет Андрей Горгуленко. Свежий внешний вид, обновленная кровлей и крыша, новые пластиковые окна и система отопления. 60-летний дворец культуры «Нефтяник» обретает вторую молодость. Внутри самого ДК еще предстоит много работы. В зале просторным креслом добавят обивку, обновят сценический пол, а в фойе отделают стены и реставрируют паркет. Среди новшестый отдельный вход для маломобильных граждан. Здесь занималось и занимается порядка 22 студий, и мы надеемся, что вот тот темп ремонта, который сейчас заложен, он сохранится, и мы увидим результаты в сентябре следующего года. И дети сюда вернутся, и жители города будут здесь проводить свой культурный досуг. В Куйбышевском районе это практически единственный очаг культуры с большим зрительным залом на 500 мест. В спортивных и творческих секциях ДК занимаются более 800 детей и взрослых. С просьбой привести в порядок нефтяник главе города Олегу Фурсову обращались в ходе встреч с населением и трудовыми коллективами. Главе администрации района поручено взять под личный контроль ход реконструкции. Вижу, как изменяется, как вот ремонтировали крышу, как красили фасад, как меняли окна. Секции, они вновь вернутся в свою родную ДК, и, соответственно, будут дети заниматься в тех условиях, в которых они привыкли. Но условия теперь будут, я думаю, на голову выше, потому что уже сейчас ощущается, что стало намного теплее. Общая стоимость работ – 110 миллионов рублей. Большую часть денег на реконструкцию ДК получил от благотворителей. В сентябре 2017 года обновленный уютный дворец откроет свои двери для жителей Кубышевского района. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. Офис не в моде. Требуются сотрудники в рабочих рукавицах. Общегородская ярмарка вакансий прошла в Самаре. Жителям предложили более тысячи свободных мест в самых разных организациях. Всего в городской базе почти 24 тысячи вакансий. Рейтинг самых востребованных специальностей составил наш корреспондент. Сразу скажу, юристов, экономистов и журналистов в нем нет. Работа есть. В свободной должности сегодня предложили 60 самарских предприятий. Это промышленные производства, сферы услуг и общественного питания, муниципальные и государственные учреждения, учебные заведения, молодежные и общественные организации. У Екатерины Федоровой экономическое образование. На ярмарке присматривают профессию бухгалтера или специалиста в финансовой организации. Какой-нибудь банк специалистом, возможно, по кредитам, общение с клиентами. Вот. То есть вам нравится? Да, очень нравится. В Самаре официально ищут работу больше пяти тысяч человек. Вакансий в общегородской базе в разы больше. Почти 24 тысячи свободных мест. Дело не в цифрах отмечают в Центре занятости населения, а в балансе между спросом и предложением. В настоящий момент среди 24 тысячи вакансий, 70% вакансий – это все-таки вакансии по рабочим специальностям. И 30% вакансий – это служащие. Тогда как состав пришедших и безработных граждан, стоящих на учете, 70% – это служащие и 30% – это рабочие специальности. Среди служащих нужны инженеры, медсестры, врачи, инспекторы. Есть даже вакансии артистов. В рабочей сфере больше всего востребованы слесари, подсобные рабочие и овощеводы. Меньше всего – официанты. У Максима Косова специальность рабочая. Он – электромонтер. Работал на заводе, в аэропорту. Сейчас снова в поисках. В принципе, нравится как-то. С детства как-то привычка у меня по проводам. Покрутить, повертеть. Сейчас такое время пошло, что... Многие жалуются, что зарплата сейчас низкая. И люди стараются себе побольше найти зарплату, чтобы зарплата была повыше. Кроме предложений от работодателей на ярмарке, можно получить консультации специалистов центра занятости, представителей пенсионного фонда и соцзащиты. Для соискателей работают мастер-классы по основам предпринимательской деятельности и эффективному трудоустройству. Каждый год общегородскую ярмарку вакансий посещает больше 2000 человек, и примерно 400 из них находят себе работу. В Самаре сотрудницу почты лишили свободы за присвоение почти 900 тысяч рублей. 53-летняя Людмила Гришина, по версии обвинения, вносила в кассовые справки ложные сведения о выдаче пенсии и пособий и расписывалась в этих документах от имени операторов. Вину экс-сотрудница почты признала полностью, и ее дело рассматривалось в особом порядке. В итоге она проведет в колонии общего режима 1 год и 8 месяцев. Трагический инцидент произошел в селе Рождественное. 76-летнего пенсионера с инфарктом переправили на левый берег Волги на катере. Мужчине потребовалась срочная медицинская помощь. Спасатели менее чем за час доставили его в самарскую больницу. В Самаре таможенники подтягивают свой английский, чтобы беседовать со звездами футбола. 10 сотрудников поста в аэропорту Курумыч успешно закончили интенсивный трехмесячный курс в Самарском национальном исследовательском университете имени академика Королева. Основная цель обучения – подготовить служащих к чемпионату мира по футболу, матчи которого в 2018 году пройдут в том числе и в Самаре. Управлением ФСБ России по Самарской области проводится отбор абитуриентов для поступления в пограничные институты ФСБ России на 2017 год. Приглашаются юноши в возрасте от 16 до 22 лет, граждане России, имеющие среднее полное общее образование, годные по состоянию здоровья к военной службе для направления на учебу в образовательные учреждения ФСБ России на 2017 год. Для справок обращаться по адресу город Самара, улица Пионерская, дом 24, или по телефону 339-18-68. Штурмовое предупреждение в связи с аномальными холодами объявили областные синоптики. Ночами столбик термометра будет опускаться до минус 13 градусов, а местами и до минус 18. Днем чуть теплее, минус 4,9. Такие значения температуры ниже климатической нормы Самарского ноября в среднем на 7 градусов. Зато будет солнечно и без осадков. Такая погода, по прогнозам, продержится в регионе как минимум до вторника. Это далеко не вся картина дня, и вот какие материалы наши журналисты сейчас готовят к эфиру. Минута славы для новичков. В регионе стартует чемпионат среди молодых профессионалов. Мастер-класс от Итальяна Вера. Почетный консул Джангуида Бреда расскажет журналистам о мировой неделе итальянской кухни. Обещает, будет вкусно. Праздник к нам приходит. Елочные базары в Самаре откроют уже 5 декабря. Зачем так рано? На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Подписывайтесь на Самаре Гиз и смотрите все самое интересное. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»